Социальная ответственность депутатов, причем не за месяц до выборов. Оказывается, в Одессе это происходит, а на некоторых округах даже стала доброй традицией. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете насчитывает шесть депутатов. Каждый из них активно работает на своем округе. За последний месяц ее представители занимались проведением капитального ремонта, заменой лифтовых кабин в жилых домах, ремонтом дорог, а также модернизацией жилого фонда. Устанавливали энергосберегающие окна в парадных, делали ремонты в подъездах, проводили внутренний ремонт в рамках социальной программы «Теплый дом». Глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Асауленко активно занимается реализацией социальной программы своей политической силы. Ее округ расположен в Приморском районе Одессы, Черняховского 12, Академическая 18, Фонтанская дорога 45, Экономический переулок 5, Солнечная 10 и 7, дробь 9, а также Генуэзская и Педагогическая. Это небольшой список домов, в которых полностью заменили окна на новые с начала этого года. Я в первую очередь хочу поблагодарить одесситов за их понимание, отзывчивое. Знаете, вот когда приходишь в такие дворы, ну действительно хочется работать, идти дальше, что-то добиваться, что-то создавать, когда люди с пониманием, когда люди понимают, что в наших домах действительно, у нас достаточно старый жилой фонд, очень много проблем. Когда они понимают и видят, что я как депутат городского совета стараюсь и делаю максимум от себя возможно. Украинская морская партия работает вне зависимости от выборов. И знаете, когда вот такие добрые отзывы и диалог между людьми, ну тогда все получается. Одесский горсовет принял комплексную программу энергоэффективности до 2021 года, одним из авторов которой стала Украинская морская партия. Она предусматривает установку приборов учета тепловой энергии. Светлана Сауленко сообщила, что в ходе реализации данной программы в прошлом году было установлено более 5000 счетчиков тепловой энергии. Серьезное внимание уделяется ремонту сетей наружного освещения. Отмечу, что одесситы постоянно получают отчеты с результатами работы своих избранников и лично поднимают проблемные вопросы во время общения с депутатами морской партии. Остекленение личных площадок нашего дома мы узнали из листовок, которые были разложены в почтовые ящики нашего дома. С отчетом о проделанной работе в 2017 году и о планах на 2018 год. Большим удивлением, конечно, для нас стало, вообще большим подарком для дома стала замена лифтов в прошлом году. И с большим нетерпением мы ждали, когда же будут нам менять стекла аппаратных. Потому что проблема энергоэффективности и сохранение тепла в доме – одна из самых актуальных, самых важных. То, что это произошло в течение двух дней, это была большая неожиданность для всего дома. Только в прошлом году представители политической силы оказали правовую и организационную помощь при создании УСМД жителям более 500 домов в разных районах города. Решением бытовых проблем в нескольких домах на улицах Сигетской, Армейской, Говорова, Академической, Черняховского также занялся Вадим Подгородинский. Благодаря ему специалисты сделали ремонт в подъездах и благоустроили придомовую территорию. Позиция Украинской морской партии Сергея Кивалова – это то, что депутат должен находиться все время в своем округе. Работа должна проводиться не только перед выборами, а необходимо, чтобы она была постоянной и системной. Жизнь наших горожан, вот каждый день у них начинается именно с выхода на придомовую территорию, с выхода в подъезд. И с этого складывается настроение. И когда двор освещен, когда здесь порядок покрашен, все красиво, тогда им приятно начинать день и заканчивать его, уже заходя в квартиру. Сергей Васильевич учит нас, и мы стараемся, чтобы нашим жителям было хорошо. Чтобы в нашем городе жилось хорошо, приятно и комфортно. Именно в этом состоит позиция нашей партии. Жители отремонтированных домов отмечают работу Украинской морской партии и видят буквально каждый день. Направили волонтеров. И они сняли старые окна во всех трех парадных нашего дома и по всем этажам. И поставили новые пластиковые окна бесплатно для всех жильцов. Я очень рада, что занялись нашими домами, занялись нашими проблемами. Мы очень рады, что нас берут во внимание и нам помогают во всем. На округе депутата горсовета Николая Крикливого, в домах на улицах Морозлиевской, Осипова, Пантелеймоновской, Базарной, Большой и Малой Арнаутских, Успенской, Решильевской, Пушкинской и других тоже кипит работа. Жильцы многоэтажки на Морозлиевской 1А обратились в Украинскую морскую партию Сергея Кивалова с просьбой демонтировать старые окна, которые не менялись с 50-х годов прошлого века, и установить новые. Морская партия Сергея Кивалова работает систематически ежегодно, общаясь со своими избирателями. Мы понимаем, что нужно делать конкретно в данный момент, и мы стараемся реагировать сразу на все вопросы избирателей. Готовим сани с лета, поэтому к отопительному сезону увеличиваем энергосбережение домов. В домах на Фонтанской дороге тоже демонтировали старые окна, которые не меняли со времен строительства. Ремонт на этом участке начался благодаря депутату Украинской морской партии Андрею Неугодникову. Он уверен, такая помощь не только улучшит внешний вид зданий, но и сэкономит деньги гаража. Пятиэтажное здание Хрущевки мы все окна в парадных заменили еще в прошлом году, позапрошлом году. В этом году приступили к остеклению таких больших домов, как Фонтанская дорога 39, 41. Важна помощь жителям нашего города, независимо от округа, независимо от района, потому что это первая задача, которая должна быть в приоритете всегда. Помогать одесситам, выполнять их поручения, их наказы. Бывает у нас Кивалов, тоже оказывают помощь, тоже контактен, можно дозвониться. Если мы ближайшие 2-3 года в таком темпе будем работать, поверьте мне, порядок в доме мы наведем и жить сможем нормально. Мы в прошлом году поменяли тепловые счетчики с его помощью. Мы в этом году поменяли окна в парадной. Мы в этом году сделали проект благоустройства территории. Мы хотим поставить красивый заборчик и урегулировать стоянку машин. Вот он действительно очень серьезный и ответственный, как человек и как депутат. И по любому вопросу мы к нему обращаемся. На Одесских Черемушках от Варнинской до Генерала Петрова, улицы Гайдара и Инглезии, бывшей 25-й Чапайской дивизии, округ депутата Владимира Корниенко. Чтобы жителям этого района было тепло зимой, народный избранник также решил заменить окна в парадных здешних пятиэтажек. Замена старых рам на новые стеклопакеты позволит жильцам экономить от 20 до 30% тепла. А это весьма ощутимо при высоких тарифах и мизерных пенсиях. 50 лет этим хрущевкам у меня в округе и за 50 лет эти окна, старые деревянные, они сгнили, превратились в труху. К сожалению, никто не задумывался о том, что нужно менять их, обновлять. Ну, сегодня вот наступил тот день, когда перед нами, перед депутатами городского союза совета, перед фракцией Украинской морской партии Сергея Кивалова стоит такая задача, реконструкция этих домов, приведение их в надлежащее состояние. Многоквартирные дома на Люздоровской дороге этим летом тоже почувствовали изменения. В рамках программы Украинской морской партии «Теплый дом» здесь заменили дверь, а также установили новые пластиковые энергосберегающие окна. Все это состоялось благодаря инициативе депутата гурсовета Алексея Кисловского. Наша позиция такова, что мы должны заботиться о наших избирателях постоянно. И неважно, это выборы или не выборы, мы должны постоянно присутствовать, показывать свою работу и помогать людям. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, когда государство выставляет такие грабительские коммунальные платежи, людям необходимо помогать. Тем более, это высотные дома, в которых, к сожалению, ЖЭКи работают достаточно слабо. Мы каждый год будем направлять средства, чтобы улучшать условия жизни наших дорогих одесситов и всегда стараться им помогать. Он сделал просто шикарные эти окна. Я же говорю, мы бы не потянули. У нас вот 4 бабушки на 10 квартир, 4 пенсионерки за 80. Вы понимаете, что собрать средства просто нереально. Ну, нереально. Важным достижением в сфере городостроительной и социальной политики стало возобновление строительства недорогого муниципального жилья и введение моратория на застройку исторического центра. Также заслугой партии стало то, что пенсионеры, получающие минимальные пенсии, теперь будут получать 50% надбавки из городского бюджета. По инициативе Сергея Кивалова, которую поддержала городская власть, вдвое увеличили материальную помощь участникам оборонной освобождения Одессы и участникам парада победы. В рамках городской программы «Здоровье» впервые реализован пилотный проект по бесплатному обеспечению медикаментами ургентных пациентов в первые три дня после госпитализации. Разработана целевая программа по улучшению качества жизни пожилых людей с проблемами поражения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной и пищеварительной систем, зрением долгожитель. По инициативе лидера Украинской морской партии открыта ультрасовременная стоматологическая клиника и запущен проект оказания бесплатной стоматологической помощи. Лечение и протезирование. Сейчас готовится к открытию еще одна стоматологическая клиника. Кроме того, продолжается реализация программы «Озеленение», в рамках которой в Одессе высадили более 20 тысяч деревьев и кустов. Словом, социальные программы Украинской морской партии, рассчитанные на десятки лет, ежедневно повышают качество и уровень жизни одесситов, а не исключительно в горячий предвыборный период. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова